всем привет дорогие друзья вы снова на канале саша таня у нас жесткая погода идет град и я еду на рынок за танечкой в нидерланды пора бы ее разобрать звонила уже нагулялась говорит холодно погода испортилась есть быстрее вот я еду мучу не просто еду лещу на крыльях хлебы надо спасать девчонку вот а так все нормально я уже отработал был дома переоделся помылся чувствую себя очень замечательно заберут они вернемся домой сделаем небольшой обеденный перерыв но потом займемся текущими делами сегодня есть кое-какие планы нам придется в стане разделиться в обязанностях наших но обо всем по порядку вот и девчонки я стою уже как бабка о боже как же там мои помидоры будешь покупать на рынке теперь и клубнику и помидоры и клубника выстоит я думаю честно станет помидоры огурцы а паприку мы вчера раскрыли короче катастрофа и вида ты блог смотрела сегодня еще не смотрела значит и не в курсе держи а это мне да спасибо как приятно прошло влоги мы себе покупали я думал ты уже видела здоровье если так можно сказать что танюш все едем греться греться не фартанула да как ты чувствуешь себя как плохо болит горло болит горло и носом шмагу на основном тоже есть круто это не конец и опять туча идет мы короче с ивидой зашли в экшен и такой вот звук как будто над нами пояс едет да ну что такой какой-то странный звук вообще не непривычный мы такие что это и смотрим кучу людей столпилась значит дочь короче на улице вышли реально только дождь мочит на рынке тоже подождем нет потом он утих успели так перебежками добежать потом более-менее и мы уже на рынке заметили что идет конкретная туча ладно поехали домой туча ты кроме клубники ничего не купила абрикосы абрикосы ну как персики только маленькие абрикосы наверное захотелось абрикосов я стою такая ничего говорю ой гриви ты смотри какие ничего абрикосы и там женщина стоит рядом тоже по-русски да они еще и вкусные ну ладно давай раз он так уверенно и берет с себя наверное вкусные знаешь каждому свое по вкусу вкусное а вот начали распускаться танины лилии с дня рождения красота а какой запах что там танюша делает кушать будем наверное да уже покушала ты будешь мне готовить тимурочка пришел со школы покажи смотрите какую книжку на английском он сделал я конечно английский не понимаю думаю там кого-то круто написано а вот и папа откроешь хочу лохматая уходила завязанная как дела у тебя хорошо беззубиха моя раздевайся блинчик быстро покушаешь и на гимнастику да у нас пахнет блинчиками ой я и забыла что у меня еще блинчики немножечко кривенькие но очень вкусные получились правда артем уже заценил и убежала на русский вот столько много сейчас будем кушать я правда уже пока жарила парочку съела теперь перешла на клубничку которая сегодня купила вот такая клубника вот реально классная давно я такую не ела прям такая сладкая сочная как я люблю сейчас мы быстро покушаем и собираемся разделяемся саша едет на собрание а я с детьми на гимнастику у нас жизнь бурлит не минуты покоя учимся мы на гимнастику пока едем хочу ответить на вопрос ксении ксения спрашивает привет таня давно про мясо не говорили какой берете теперь био или обычно меня немножко отпускает если честно по этому поводу но маленький таракан все еще сидит я когда покупаю курицу она вся практически начиная от 2 идет то есть но более менее поприличнее и выше да но вот если я вижу цифру 1 меня смущает я ее не беру допустим если я вижу свинина свинина практически все вся с цифры 1 то есть самые плохие условия да я я не беру там где я беру на развес я не знаю какая какая-то психологически это вот еще сидит у меня в голове на самом деле я потом анализировали анализировала да и ну кто держит свиней там не знаю у себя дома живет в деревне в холиву да но в каких условиях наверное в единице они содержатся там не знаю загон 2 на 2 максимум до корыто подожди у меня в действовать у дедушки был огромный загон огромная площадь не знаю сколько там было квадратных метров там может быть ну не знаю сколько огромный просто это могли бегать ему просто даже не знаю где они в каком конце сколько у вас свиней ты там были свиньи там были овцы вместе с ними паслись и я помню что это было так это это все вместе свиньи и овцы паслись на улице за забором значит у них были хорошие условия мог двойку поставить двойку свой я думаю что да они же там не био и какие-то там я не знаю особым кормом но они были вкусные мне в детстве нравилось просто сколько видела я то это где-то в сарае вряд ли выгуливающий но не знаю за исключением там каких-то может пару дней в году и в каких-то загонах по две штуки там не знаю два на два три на три ну то есть небольшая территория в беларуси где видел еще где-то мне кажется видела ну вот и у меня еще знаешь какой таракан в голове сидит в общем по поводу мяса да мы сейчас покупаем не только био но с цифры 1 я не беру у меня вот какой-то таракан сидит если уже я беру фарш и я хочу смешанный то я тогда беру био если нет альтернативы на развес в общем а еще знаешь как у меня таракан сидит вот если я не понимаю как кто-то выращивает допустим какое-то животное о нем заботится овечку допустим да а потом бах ее ест как я вот помню с детства я не помню с надей мы может к ее бабушке ехали или кому и там барашек мы там имя ему дали он такой классный там гладишь а потом через какое-то время там приезжаешь а это помнишь вот это вот как мы там ее называли не помню вот она кушай какая вкусная я вообще не понимаю как такое можно может когда живешь на ферме привыкаешь ты кушала я не помню но я думаю что вряд ли как можно есть только человек животное с которым ты как бы так подружился общался гладил кормил заботился у каждого свои заморочки все мы приехали сколько времени очень нормально запасом даже ну что ж а тем временем пока таня с детьми осталась на гимнастике я поехал по другим делам я поехал на родительское собрание в русскую школу где учится тимур и артем и будет учиться милана также все мои дети будут учиться в русской школе я уже об этом не раз говорил что я считаю что знание русского языка грамотность русского грамматика в русском языке очень важно особенно когда живешь за границей вот еду на собрание это на самом деле первое собрание в русской школе за все эти годы вот сколько мы ходим уже на на года сколько не помню три-четыре еще никаких собраний не проводилось значит у учителя накопились какие-то вопросы что-то накипело где-то так что посидим пообщаемся ну и нам как родителям будет уже что сказать и обсудить я думаю что очень полезное мероприятие так что увидимся с вами после собрания и расскажу вам как оно прошло но у нас все еще плохая погода но завтра все изменится пока не так обещают синоптики ну что ж мы все уже вернулись домой таня с детьми из гимнастики я со школьного собрания собрание прошло очень хорошо мы мы очень приятно пообщались с нашим преподавателем по русскому языку где-то час заняло все это собрание продуктивно пообщались разные темы обсуждали но основная тема была это посещаемость просто преподавательница хотела обратить внимание на посещаемость детей чтобы родители не относились халатно к этому потому что многие родители но как-то не серьезно что ли относится к этому разрешают детям иногда по всяким пустякам пропускать русский язык а учительница дала объяснить что это точнее объяснила что это ну не так все просто это тот же предмет что и в школе просто что он находится в другом здании что не надо к этому так относиться что он очень важный что поэтому предмету даже в конце будет большой экзамен и даже этот экзамен будет принимать не она и возможно детям еще надо будет или другой город его сдавать это будет очень серьезное мероприятие это все не просто так многие родители этого не понимают и по всяким пустякам дети не посещают занятия ну как бы об этом был разговор чтобы родители более серьезно к этому относились ну и там параллельно обсудили вопрос домашних заданий чтобы больше контролировалась ну и в принципе чтобы Родители больше разговаривали по-русски С детьми дома Прямо учительница настаивала на этом Я тоже так считаю Я изначально разговариваю только по-русски С детьми С самого начала, с самого детства Я не разрешаю разговаривать дома по-немецки И наша преподавательница Об этом сейчас опять же Пыталась всем донести Многие охали-ахали Родители, потому что у многих дома Это не происходит Они разговаривают через слово по-немецки Или только по-немецки А когда разговаривают с ребенком своим То ребенок отвечает им по-немецки Он вроде как понимает по-русски, но отвечает по-немецки Вот, но как бы Такие моменты обсуждали Но у нас с этим проблем нет, мы дома только по-русски У нас как бы все нормально Вот Что еще А у нас здесь Тимурка собирается в школу Взял какую-то коробочку Зачем тебе коробочка? А, давай расскажем, что за коробочка, Тимур? Ну это Это такая коробочка Там лежат вещи, которые мне помогают Ну, снять стресс И эту коробку Мне надо завтра Брать в школу И ее мы будем разукрашивать Разукрашивать? Да Коробку разукрашивать? Да Короче, в этой коробке лежит все то, что у Тимура снимает стресс Я не знаю, зачем ему это нужно нести в школу Все принесут же, не только Тимур Давайте посмотрим, что у Тимура снимает стресс Похоже, сама коробка тоже снимает стресс Не слабо Ну да Восемь вещей Итак, это теннисный мяч Да, вот так его Ну, по полу Вот Можно я покажу? Похоже, у Кеси наоборот стресс появляется Похоже, у Кеси появляется стресс из твоего мячика Еще один мяч, типа Рэйд Ему можно мять Можно, да А, то, что его мять можно вот так А, ну да Он похож на антистресс Это тоже у тебя снимает стресс? Ага Почему? Я на него смотрю, мечтаю И так его... Ну, просто милый, папа Тимур, когда в стрессе, слушает диски звуковые со всякими историями Это гневник слабака Это гневник слабака по-русски Грекстаггсбук, да? Или как он там называется? Гневник слабака по-немецки А, эта штука, наверное, многим тоже знакома Или не знакома Я помню, мы ее в каком-то видео Неваляшка, короче Неваляшка, да А, что еще? Спиннер А, что так много? Так много вещей Спиннер тоже логично, да? Да Закрути-ка его, Тимур Спиннер Ну, спиннер должен снимать стресс Машинка Машинка И что здесь? Книжка Читать книжки, да? Когда стресс Ну, вода тут и зубы Вот как много вещей, темно же снимает стресс Ты только завтра не потеряешь все это в школе, стресс А то стресс будет, особенно если диск потеряешь И потом не будет больше ничего, как снимать стресс Да, нечего будет снимать стресс Скоро мы повесим грушу На террасе И будем снимать стресс по-другому Начнем тренировки Держи Дети уже идут спать И мы тоже будем заканчивать сегодняшний влог Увидимся с вами завтра Сегодня было как было Завтра будет хорошая погода Завтра будет у нас выходной И, возможно, мы останемся с ночевкой на даче Я, правда, еще не знаю Если жена согласится А если нет, я один останусь Я соглашусь Хорошо Чтобы папа остался согласиться Со мной останется Все пока Мы вас любим До завтра, ребят Пока 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 Давай спать Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok